Зачем нам дан Дух Святой сегодня? Если ты хочешь знать, зачем, скажи, зачем мне дан Дух Святой? Я хочу знать, зачем мне Бог Отец послал Духа Святого? Я хочу знать. Несколько мыслей вслух. Первая мысль. Вначале Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И сказал, да владычествует он над делами рук моих. Правильно? Псалом 8 подтверждает этому. И евреям 2 глава говорит именно об этом. Именно об этом. Что Бог поставил человека владыкою над делами рук своих. Но, вторая мысль. Человек потерял это все. И вместо того, чтобы занять свое место, которое Бог предназначил ему выполнять на этой земле, он стал умножать познание греха. Познание греха набирало обороты с такой скотностью, что первый мир Бог погубил водой. Уничтал. Написано в 6 главе Бытия. Велико раскаяние. Раскаялся сильно Бог, что сотворил человек. За те злодеяния, которые человек творил. И следующее, что он сделал. Смотрите, первая мысль, это было служение Бога Отца. Вторая мысль. Служение ангелов. Раньше я как-то не обращал внимания на это. Служение ангелов. Евреям 2 глава. Мы читаем. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Почему? Ибо если через служение ангелов, или если через ангелов возвещенное слово было отвертым, что это за служение ангелов? Что это за служение ангелов? Давайте откроем Галатам 3.19. Галатам 3.19. И мы читаем. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления, умножения беззакония. То, что я вначале сказал. Познание греха начало с такой скоростью умножаться. До времени пришествия семени, к которому относится обетование. И преподан через... Кто преподан? Закон. Через ангелов, рукою посредника. Как через ангелов? Так написано в Библии, это я не выдумываю. Так написано. Я только верю в то, что написано. Я ничего не добавляю. Деяние, 7 глава. Мы читаем. Служение ангелов. 38 стих. Это тот, о Моисее идется, который был в собрании в пустыне с ангелом. Что за собрание? В пустыне? Собрание с ангелами у него было. Говорившим ему на горе Синае. Как Бог же ему говорил. Говорившим ему на горе Синае. С отцами нашими. И который принял живые слова, чтобы передать нам. Это 53 стих. Вы, которые приняли закон при служении ангелов, и не сохранили. Евреям говорит. Ибо если через ангелов вы приняли слово, это слово было вступлении, и непослушание получало праведное воздаяние. Итак, мы видим вторую мысль служения ангелов. Затем следующее. Служение Иисуса Христа. Служение Христа. Каким образом? Давайте евреям будем читать дальше. То как мы, 3 стих, избежим вознедодевшей о таком спасении, которое быв сначала как это? Служение Христа. Двумя словами, смотрите. Было служение ангелов. Или ангелы принесли откровение человеку о законе. А Иисус Христос принес, Сам Христос принес людям откровение правильное, и то, 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 и то. Нам откровение благодати. Откровение о Боге. понимаете или нет? Это было служение Христа. И здесь написано, что Христос Сам лично, Господь Сам лично, Господь это Бог, Сам лично пришел и проповедовал нам в чудесах и знамениях. Так и написано здесь. Каким образом? А Он Сам Своею жизнью, Своею смертью, Своим воскресением явил славу человеку. Так и написано здесь. Смотрите. Девятый стих. Но видим, что за предлежащей смертью увенчан славою и честью Иисус. Десятый стих. И Он это славу, которую Он принес для многих сынов в славу вождя. Десятый стих говорит. Понимаете или нет? В славу вождя. И теперь четвертая мысль. Сходит третья сила Божества. И сегодня мы имеем служение Духа Святого. И поэтому люди, которые ходят в церковь, но не имеют откровения о церкви, они до сегодняшнего дня безучастны. Неважно, это протестантская церковь, православная, католическая, баптистская, пятидесятическая, неважно, какая. Если нет откровения о церкви, которая есть тело, а Христос голова. Понимаете? Все меняется, если ты осознаешь, что ты тело, имеешь откровение о церкви, что ты есть тело. Тело Христа, не тело мамы и тело папы, не тело бабушки. И ты здесь не потому, что твоя бабка ходила в протестантскую церковь. Ты здесь потому, что у тебя есть откровение о церкви, о теле. Поэтому, как я говорил, на молитву, на фонзону не обязательно ходить, и даже в церковь не обязательно ходить, потому, что это время веры. Вера. Знаете, что такое вера? Все, что не по вере, это грех. Ты сидишь сегодня здесь, тебя кто-то принудил, ты грех делаешь. Это все равно, чтобы ты сидел в кабаке и скурил сигареты и пил водку. Это одинаково. Тебе нет пользы никакой. Нет, дело твоего нет никакой пользы. Нет, моего дела мне нет никакой пользы. А дело Христа, я воспринимаю верою. Поэтому это и есть век веры. Я живу по вере. Говорит, живущие по вере. Если ты уповаешь на свои дела, ты не имеешь никакой части со Христом. Почему? Потому, что Дух Святой придет и говорит, будет верующему, верующему, будет верующему, верующему, все возможно. Будет верующему, все возможно. Есть деньги или нет деньги, ты будешь делать то, что ты слышишь от Бога. И будет воля на земле в твоей жизни, в твоей семье такая, как на небесах о тебе, о твоем доме, о твоем бизнесе, о твоей семье. Каким образом? Восприятие верою. А вера начинается от слышания. А слышание от Христа. Понимаете или нет? Вот какую мы сегодня имеем привилегию. Поэтому я и деткам сказал, будете иметь деньги, а откровения о Христе не будет, потеряете деньги, и жизнь потеряете. А будете иметь откровения о Христе, проживете прекрасную, счастливую жизнь. И деньги будут на своем месте всегда, 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 что ты захочешь делать, будут деньги. Будет все, и здоровье, и крепость, и сила, и все необходимое. Итак, возвращаемся к второй главе евреям. Очень удивительная глава. Первый стих. Будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. особенно внимательны. Почерните у себя. Особенно внимательны. Очень интересные слова. Их в то время использовали в основном только в мореходстве, в море, на воде. Использовали вот эти внимательны, особенно внимательны, которые нам перевели, и они не совсем отображают тот смысл, который было написано там. Особенно внимательны. оно означало подраскользнуть, ускользнуть. Другими словами, когда ты моешь руки мылом, знаешь, и бывает даже кольцо, если тесно, оно соскользнет, соскользнет. Или рыбу ты ловишь, и она, знаешь, бывает, ты ее не можешь садить, она подраскользнет. И он говорит, мы должны относиться вот так вот особенно, потому что вот это откровение о Христе, оно может подраскользнуть. И ты можешь не услышать, не понять, и не иметь силу ходить в церковь, слушать о Христе, но оно отрасли проскользнуло в твоих руках служение ангелов только. И все. Служение ангелов, что такое? Закон усилия человека. Закон это служение ангелов, которое принесли, чтобы остановить грех, разложение человечества через закон остановить. Что он делал? Указывал на твои усилия, человек. Потому что люди настолько расслабились, отдались в объятия похоти и греха, что они сквернили самих себя, и если бы они продолжали это делать, даже не было ни одной девочки, чтобы родился Иисус, чтобы пришел твой избавитель. Понимаете или нет? Поэтому летописи говорят, что девочке было Маруси 12 лет. 12 лет это летописи говорят. И в Библии можно увидеть, что ей не было 50 лет и даже 30 лет не было. В 12 или нет может под вопросом, но то, что в 12 лет или только вот это их обручали девочек, то именно в 12 лет она была обручена и зачала. обручена и зачала, а обручали в 12 лет. Как в 12 лет исполнялось, девочек в Израиле обручали с дедушкой Иосифом. Откуда знаешь, что дедушка Иосиф умер быстренько? Долго не жил Иосиф. Иисус еще не возмужал, а Иосифа уже не было. Уже Иисус 30 лет не достиг, а Иосифа уже похоронили. Старенький был слишком. Ну как это? Вот такое разложение было. Вот такое. То же самое, что сегодня там в Голландии геи, педофилы требуют закон, чтобы сегодня ввели закон о педофилии, что они могли эти извращенцы обручаться с 12-летними детьми. Во! Прошел уже? родственные. И родственные, ну, а это педофилия, это вообще в 12 лет с ребенком они могут, вот он там взял, жвачку дал, тот, ну, это извращенцы. Откуда я знаю, что излияние благодати будет в Донецке, когда будет умножаться беззаконие, вот такое, то, о чем мы слышим сейчас, мы будем видеть величие славы Божьей. Тьма, Исайя 60-я глава говорит, будет становиться темнее, кризис, кризиснее, проблемы, проблемней, а над тобою, над тобою, а над тобою, а над тобою, да, я вижу несколько человек, над которым уже сияет Господь. еще сияет, еще, ля, света становится больше. А над тобою воссияет Господь. Что это такое воссияет? Свет станет светлее, там тьма станет темнее, а в твоей жизни, если свет есть, имеет место, свет, откровение Божье, станет светлее. Во имя Иисуса Христа. Я так рад, что я живу в это время. Знаете, если вы были первые дни на компании, молитвенной компании на фан-зоне, я остановился, я говорил, Господь, благодарю Тебя за оказанную мне честь. Мы предложили всем, всем церквям иметь эту честь, они сказали, не, мы будем участниками, мы не хотим быть организаторами. И когда они все отказались, все до единого отказались, некоторые согласились, потом отказали, у меня такая радость в сердце, вы даже не представляете, ни копейки денег, ни одного организатора, кто бы мог взять на себя еще ответственность за это, никого. И Наташа звонит, и говорит, последний, тот, который изъявил желание, отказался быть организатором. И у меня такая радость, как будто она меня медом напоила. Правду я говорю. Я вот с этой радостью прихожу на фан-зону, смотрю, нету этих обещаний, они сказали все, все участники, нет одного участника. И я становлюсь на колени, говорю, Господь, как я благодарен тебе за оказанную честь, что ты дал мне эту возможность слышать от тебя, что ты хочешь прийти в этот город, и ты избрал меня, чтобы твой свет стал светлее. Боже, поклоняй, такое умиление просто, вот умиление, просто больше ничего не могу сказать. Боже, за оказанную честь. И евреям здесь написано, что он пришел для того, чтобы вернуть нас, Христос, а потом он упросил Отца, посла Духа Святого, чтобы вернуть нас. Куда вернуть нас? В позицию, для которой Бог нас создал. А что это за позиция? Владеть миром. Владыкою над делами рук своих. Ты говоришь, какой я владыка? Ты думаешь, что владыка это через день, ошибаясь? Владыка через что-то еще. Владыка только через Христа. Не через закон, не через служение ангелов, не через осуждение, не через какую-то другую ересь. Лишь единственная возможность быть владыкою через откровение о церкви, откровение о Христе. Единственная и точка. Не существует более других. Якобы через служение Моисея, через десять заповедей, через соблюдение субботы, соблюдение разных ересей, мы имеем владычество. Бред сумасшедшего. Бог будет судить церкви, Бог будет судить верующих, потому что отказываясь от откровения о Христе, мы принимаем автоматом откровение от ангелов и навлекаем на себя скорую погибель. Вот почему многие люди живут в проклятии. Вроде бы-то все им говорит, что они должны зарабатывать деньги, все им говорит о том, что они должны быть успешными, а они несчастны. Почему? Они находятся под осуждением закона, под осуждением служения ангелов. Единственное, как мы можем вернуться в первоисточник свой, для которого был сотворен человек, владыкою над делами рук. Не господство друг над другом, но над погодой. Скажите, это совпадение такое, что погода такая хорошая? Или это владычество над делами рук? или это владычество над делами рук? Смею заявить вам наперед, погода будет чудесная. 27, 28, 29, 30, лучше погоды не придумаешь. Почему? Потому что я владыка над погодой. как это я владык? А Бог меня сотворил. И теперь Он дал служение Духа Святого, Бога, Духа Святого, чтобы ты владычествовал в семье, в церкви, в нации. Бог дал нам способность владыть. Он сотворил нас владыками. Но мы потеряли. Но теперь через Христа Бог возвращает нам, как через смерть, честь и славою, которую Бог увенчал Христа. Зачем это сделать? Десятый стих написано, чтобы нам Он принес эту славу. Это слава, кондиционер Господний. Это слава, кондиционер Господний. Помните в мае, какая жара начиналась до этой кампании? Помните или нет? Какое время мы имеем прохлад? Я прихожу туда и говорю, как в раю в прохладе дня? Как в раю в прохладе дня? Нам один коварный служитель из служения ангелов предлагал, говорит, вы в Деся будете проводить? Посмотри, какая жара, это в мае, а в июне это цен. Вы, давайте у нас, у нас кондиционеры, я говорю, у нас будут кондиционеры Господа работать в эти дни. Говорит, это безумие, люди будут терять сознание, это жара будет. Я говорю, за тридцать лет служения Богу, ни разу не видел такого, чтобы мы верили, и Бог нас подвял. За тридцать лет служения Богу ни разу не видел, чтобы вдруг кондиционеры Господни отказать. Я помню, наши кондиционеры ломались, наша все ломала, терпела крак, но Бога! Поэтому я говорю вам, смею заявить наперед, то вы скажете, да, ну, это просто совпало, как и это, это просто совпадение. Но мы же знаем, что это не совпадение, потому что это все по вере. Почему? Потому что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в жертву за наши дела, чтобы мы жили делами Христа. Понимаете, это называется вера. Через откровение о Христе мы имеем веру в Христа, и вера Христа становится доступным. на каждом верующему в Бога. Верующему в Бога. Мне нравится такое служение вечному Богу. Спасибо тебе, Господь, за Троицу, что ты сошел на эту землю в третьем лице Божества, чтобы нам иметь это общение. И поэтому я бы предложил первый стих вам прочитать вот как. Это стих, который звучит. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Интерпретация епископа Яковлева. Поэтому мы должны прильнуть своей жизнью к слышанному о Христе, чтобы лодка нашей жизни не пронеслась мимо гавани, и мы не потерпели кораблекрушения в нашей вере. Это дословный перевод вот этого смысла. Изученного и на исследованного вот этого места. Он говорит, мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Откуда знаешь, что слышанному о Христе? Потому что кого из вас освободил закон? Кто из вас получил исцеление через соблюдение закона? Кто из вас освободился от надкомании через закон? Никто. Иисус говорит, что истина это Иисус, а не закон. Истина это Христос, а не закон. Служение ангелов не является истиной, а чем оно является? Копией. Или даже не копией, а пародией, или как? Не подделка, прообраз, что это? Прообраз. Чего? Как это? Ну, это не настоящее. Настоящее это истина. Христос. А, проект. Проект. Это как проект. Вот это. Закон это не истина, это проект. Истина это Христос. И вот, как написано Иоанна 8 глава 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Обратите внимание, что сказал Иисус к уверовавшим иудеям. Вы знаете, кто такие иудеи? Кто? Дима говорит законники. Очень хорошо характеризовал. Законники. Это законники. А кто такие законники? Это которые в служении ангелов находятся. Имеют откровение, которые принесли им ангелы. не Иисус Христос. И вот особенно он говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в слове Моем. Он не сказал, если вы пребудете в слове, которое принесли вам ангелы. Он же не сказал так. Он сказал, что если вы пребудете в слове, которое Я принес вам. Что это за слово? То вы истинно Мои ученики и познаете истину истинно сделает вас свободным. Ему отвечали, а мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь сделайте свободным. Смотрите, евреям говорит, что не быть серьезными и вот это слово дающее жизнь оно может проскользнуть. Просто проскользнуть. И это слово еще проскользнуть это как человек, который пытается корабль свой приставить или как в гавани. Пришвардовать в гавани. Не просчитал ветер, течение и оно когда он приставил и он вместо гавани а там же в гавани там резина или что-то там чтобы он мог пришвардоваться и он не подрассчитал и что с этим кораблем если он не подрассчитал все а это имеет огромную силу откровения о Христе а он несерьезно отнесся к откровению о Христе и он разобьется о камне этот корабль корабль или жизнь потерпит кораблекрушение это разобьется о камне почему несерьезно отнесся поэтому Павел учат будем особенно внимательны особенно внимательны чтобы нам именно в десяточку попасть Аллилуйя и здесь он говорит будем к евреям которые закона держатся особенно им сказал если пребудете в Слове Моем то Слово Мое освободит вас ибо кого сын он говорит Слово Мое и Сын это одно и то же обратите внимание это одно и то же слова Христа это сам Христос и кого истина освобождает Слово Христа и если Христос кого освободит тут истина свободной будет святые И мы должны быть очень внимательны к слове о праведности, о оправдании. Мы должны хранить себя, чтобы это слово от Сатана не мог похитить у нас. Чтобы оно не ускользнуло, а очень легко оно ускользует, и мы опять под осуждением. Так легко ты находишься под осуждением. Единственный момент римлянам, кажется, 6, не помню. «Почитайте себя мертвыми для себя, живыми же для Бога». Люди думают, как это, почитать себя мертвым для себя. Они говорят, я уже мертвый, я уже меньше грешу, я уже не обращаю внимания на Наташу. Она говорит, идите газеты раздавать, я уже мертвый, я не почитаю себя. Я уже умер для себя, я уже ничего не слышу. И Серега мне не указание. Сказание, халилуя, я уже не живу для себя, уже для тела не живу, все это. Я уже меньше грешу, уже 5 сигарет только курю в день. Вместо пачки уже. Уже я чувствую, что я вот-вот скоро умру, уже почитаю себя. Ну, не иметь в виду вообще здесь, чтобы ты думал о себе. Почитать мертвым, это значит думать о живом бою. Когда ты думаешь о бою, тогда ты действительно мертв. То есть, чем больше ты имеешь откровения о Христе, пребываешь в слове моем, говорит Господь, пребывая в слове Божьем, не в слове осуждений. Библия очень много имеет осуждений. Здесь на страницах Библии осуждений. А люди воспринимают это, как будто это сам Бог им говорит. А это не Бог им говорит. А люди думают, все, что в Библии написано, это все говорит им Бог. Я был удивлен, мне такие вопросы задавали. И люди верят, что все, что здесь написано, это Бог. Бог за все отвечает. Если это в Библию повечено, нет. Бог вообще ни за что не отвечает в твоей жизни. За свою жизнь ты отвечаешь перед Богом. Но Бог не отвечает за твою жизнь. Это люди бессовестные, они себя ответственно снимают и теперь Бога обвиняют во всем. Что Бог хочет, если Бог позволил этому, значит, слава Богу. Так пусть и будет. В блуд упал, пусть так и будет. Бог, если позволил мне быть, значит, все. Разводятся, женятся, выходят замуж там это. И все без Бога делают. А Бога обвиняют. И Бога во всем этом обвиняют. Это неправда. Здесь есть слова Елизара. Есть слова этого, 31-я притч, этого безумного. Как там Артура или как? Или 30-я? На, как ты там. Сумасшедший человек сказал. Там так и написано. Сумасшедший человек сказал. И я помню, как я молился, когда воспринимал так, этого молитвой сумасшедшего человека. А что это за сумасшедшая молитва, которую я молил? Говорил, Господи, не давай мне ни богатства, ни бедности. Артур, да? Артур. Артур. Ну, не из Бердянска. Он еще не успел написать ни одного послания. Это сумасшедшая молитва. А многие люди верят, что это Бог. А это не имеет отношения. Или женщина-тракторочек там. Видал? Трактор, женщина-трактор. Утром встает, посуду помыла. Вместо комбайна машина. Вместо стиралки там постирала. Кукушат приготовила. Денег заработала. А муч ее известный уважал. Тоже в притчах. Тридцать пятая глава. Женщина-тракторочек или комбайн. Комбайн. А? И весело смотрит на Бога. И весело смотрит на Бога. Где бы найти эту весельчаночку? И люди думают, что это воля Бога. И они сунут своей жене. На, читай. Это воля Божья о тебе. Вообще неплохо иметь сумасшедшую такую жену. Ну где ее найти? Понимаете или нет? Ну это неправда. Это не Бог этого не желает. Бог этого не желает. А что Бог желает? Он сказал, что я принес в жертву Сына за тебя, чтобы вернуть тебя и сделать подобным Христу. И Дух Святой тебе в этом поможет. И мы сегодня празднуем Троицу, Святую Троицу. И это, поэтому я говорю, это наш профессиональный праздник. Водить, быть исполненным Духом Святым. Скажи, Иисус, я люблю тебя. Люблю тебя за все, что ты сделал. И особенно люблю тебя, что сегодня ты не оставил меня самого. Ты послал Духа Святого ко мне. И я прошу тебя, Дух Святой, помоги мне всегда, утром, в обед, вечером, в ночи, иметь общение с Тобою, иметь откровение с Тобою об Иисусе Христе, о моем Спасителе, о моем Искупителе, о моем Божестве. В втором лице Божества, которое дано мне для преобразования моего. Иисус, спасибо тебе за все. Аминь. Аллилуйя. Теперь положи на себя руку. Скажи, Дух Святой, сходи на меня. Я принимаю тебя. Я принимаю. Помоги мне восстать. Восстать. И сиять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Мне понравилось вчера откровение Саши Козырева из пастыря Горняка. Он говорит, за светильник. Говорит, Бог мне показал. Говорит, что светильник зажигший не ставят его под сосудом, но ставят его на подсвечнике. И он говорит, если вы пойдете на дачу, вы можете найти там ржавый светильник, лампадку, керосинку. У вас есть? У кого из вас есть? На даче или в сарае, на чердаке валяется? У меня тоже есть. Нарязная, вонючая. Но. Пару раз я ее использовал, и она имеет огромный смысл, когда нет электричества и фонарика нет. Я ее включал пару раз. И смысл, ее ценность не в том, что она имеет снаружи. Снаружи это она как антикват только может иметь ценность. Но не как светильник, в самом полном смысле. И он говорит, мы светильники, сосуды, как лампы. А светильник в нас это слово, это Иисус, который свет с неба просветил нашу душу. И мы можем как лампы этим быть, керосинки ржавые, керосином вонять. Но ценность у нас есть огонь. Огонь Божий внутри каждого из нас. Огонь Духа Святого. И в Библии написано, что этот огонь отлит не потому, что Дух Святой на тебя сходит. А написано, Духом пламеней. Или Исаия, как я говорил, 60-я глава, 1 стих. Восстань, пробудись, поднимайся из своего склепа. И сияй, свети, ибо пришел свет Твой. Кто свет Твой? Христос. Свет Твой – это не ржавый светильник. Какая разница? Ржавый ты, больной, хромой, слепой, бедный, вонючий, грязный, грешный. И ценность – свет Христа внутри. Этот свет озарит Твою жизнь. И она обхватит, пламя должно охватить просто. Оно сгорит, вся вот эта вот, даже ржавчина сгорит. Все сгорит. Если он золотой, он заблестит от огня. От огня. И поэтому, как ковчег, ковчег, он деревянный. А чем он был? Золотом он был. Тонким золотом он был покрыт сверху. Внутри дерева, живое дерево. Христос у нас – древо жизни. И покрыто золотом Духа Святого. Поэтому доверься Богу больше. Во имя Иисуса. Не бойся, что тебе надо претерпеть. Иди с Духом Святым вперед смело. Не обвиняй никого в своих проблемах, в своих делах грязных. Никого не обвиняй. И себя не обвиняй тоже. Помощи тебе от этого никакой. Верь, что Дух Святой работает с тобою сегодня. Позволь Ему говорить в твою жизнь. Позволь Ему направлять твою жизнь. И тебе будет хорошо, человек. Ты есть владыка. Не под сосудом. Выходи под своей кровати. Выходи со своих трущоб. Годи для Бога. И тебе будет хорошо. Ты сотворен для этого. Аминь.